Привет! Зашла в супермаркет, хотела, набрала вот уже, это бабуля заказала, потом вам покажу, что. Набрала немножко фруктов, хлеба и себе рекорды в Санте-Лучее обязательно, обязательно на завтраке. Хотела здесь посмотреть гелевую зеленую краску и нету здесь гелевых красок. В этом супермаркете нет гелевых красок, я буду в другом спираке смотреть. Здесь есть славности всякие, тортики готовые, приоши. Пойдем дальше, я сейчас набрала, сейчас еще хочу пиццу взять, Никите. Наш советский любимый отдел, здесь всякие спиртные напитки, туда же русская водка есть, ликеры. Вот, водка Кеглевич, московская. Ой, все, все, чего, чего, чего тут только нет. А здесь всякие вина, вина белые, красные, розовые, обалденные, вкусные. Огромный выбор. Маги, всякие, 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 по разной цене. Даже не знаю, что взять. Вот как раз есть тут со скидками. Или эту пиццу, или эту пиццу. Вот эта, наверное, вкуснее, да. Была Наполи, был, то я не возьму эту. Все, больше ничего не буду брать, потому что я поищу не увезу это все на велосипеде, не в месяц. Больше ничего не буду брать, пошла я. Так, еду я на велосипеде пешком, потому что я боюсь, что у меня вот эта вот сумка сзади упадет. Она тяжелая, неудобная. Сейчас я дома покажу, что я купила. Вот я уже проехала этот мост, под который идет наша автострада, и который нас разделяет от города. Вот эти вот поля и автострада. Немножко купила. Вроде бы немножко, но все тяжело. Все, я приехала с магазина, одела сегодня первый раз мою зимнюю белую курточку, потому что она сегодня холодомада. Так как я на велосипеде, одела еще и шапку. Так, все, уже можно снять спокойно. Сейчас я распакуюсь, покажу, что я купила. Фух, ну вот что я купила, значит, так. Значит, самое главное. Вот эта вот коробочка. Тут набор идет, бутылка вина. Это грисотти, это такие сухие палочки, короче, прожаренные палочки. Пикантные. Здесь, что тут, корсени, что это такое, корсени? Кофе. А, это кофе. Это чечевица. Это шоколад. Это суга, ну, суга, помидорная, для пасты, короче. Потом какие-то есть пакеры на плену. Это типа пасты. Вот это катекино. Катекино, это рождественское, на рождество всегда делают. Вот это катекино или и чечевицу. Такая жирная, 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 жирная какая-то колбаса, которую надо отваривать. Я ее вообще не ем, ненавижу, потому что там столько жира. Я не знаю, какие люди едят вообще. И вот такой вот с салями. Эта коробочка стоит 9 евро 90 копеек. Мне бабуля заказала, чтобы я ее купила, чтобы она сделала подарок своей, как это говорится, маме, ее невестке. Так, себе я купила. Значит так. Вот такую вот пиццу я купила. Две пиццы. Маргарита. Никита будет довольный. Вот. Ее только в микроволновку поставить на 5 минут, и она готовая. Она полуготовая. Два пакетика хлеба купила. Один хлеб на 1 евро 4 копейки, другой хлеб на 1 евро 4 копеек. Купила себе морковку. Купила 3 груши, 3 яблока голден и 3 яблока гала. Гала? Гала? 3 яблока гала. Все по 3. Так, потому что я же не на машине, я же на велосипеде. Я же ел елки-палки, я хоть и русская, как говорится, наша женщина, что и в огонь, но елки-палки. Я же не волк какой-то, чтобы на себе тащить тяжести такие. Купила себе еще рикотту обязательно. И Никита будет довольный. Я ему купила такой вот йогурт с такими шоколадками. Он будет довольный. Он любит такое. Конечно, дороговатое удовольствие, но иногда позволяем себе. Вот такие вот паку я сделала. У меня хорошее настроение. У меня все хорошо. И у вас всех будет все хорошо. Я сейчас что хочу сделать? Я сейчас себе сделаю котлетки. Потому что я рано завтракала. И поэтому сейчас еще 11 лет нет. Я уже голодная чувствую. Я сейчас перекушу. А потом через 2 часа пойду за Никитой. Приведу его на обед. Вот смотрите. Вот у меня фарш. Позавчера, когда я фаршировала перчики и дзукини. Вот у меня остался фарш. И остался мякиш дзукини. Я сейчас ее перемолола. Напаяла яичко. Посолила. Ой, сейчас я набацаю котлетки-тире. Оладушки. Даже не знаю, как это будет называться. Тут и дзукини. И зажарка. И мясо. Фарш. И рис отваренный. Я даже не знаю, как это будет. Будет, наверное, вкусненько. Ой, двумя руками надо мешать. Пипец, люди. Дурдом ромашка. Дурдом ромашка. Просто-напросто у меня уже нервов не хватает. С этой итальянской жизни. Нет. Короче. Сделала я. Купила эти продукты. Пришла домой. Только-только уже переделась. Как говорится. Перекусила. Начала отдыхать. Блин. Позвони мне муж. Сказал, что... Он получил две смс из банка, что... Получил две смс из банка, что банк принял мою сумму, что я заплатила два раза. Я, короче, подорвала. Опять быстренько переоделась и подорвала опять в этот супермаркет. Благо, что этот супермаркет не сильно далеко. Вот. И начал с ними разбираться этот главный кассир, блин, то самое. Начал что-то объяснять. Я говорю, так, подождите, я позвоню мужу. Разговаривайте с ним, потому что я ничего не понимаю. Потому что вот эти банковские дела, я по-итальянскому ничего не понимаю. Говорю, подождите. Звоню мужу, он не слышит, он работает, там шум, он не слышал. Я говорю, так, ладно, мы вернёмся вечером. А он мне уверяет, что банк принял два раза. Как банк принял... Нет, ваше. Раз, два, ты. Этот старший кассир меня уверял, что банк взял сумму только один раз. А почему они тогда мне прислали два раза, две смс-ки, в разное время, буквально разница в 22 секунды, что я заплатила два раза. Потому что я первый раз поставила код, потому что я карточкой платила. Первый раз поставила код, кассирша сказала, что не прошла она. Я через это время, через несколько секунд поставила второй раз код, и она, говорит, уже прошла. И два раза, получается, я поставила этот код, и два раза банк мне прислал смс-ки, что я два раза заплатила. Одну и ту же сумму. Короче, дурдом, ромашка. И мужа, я так не дозвонилась в супермаркете. Он не слышал. Я договорилась с этим старшим кассиром, что мы, если что, проверим в банке. Когда муж вернётся домой, он проверит через интернет в банке. Потом, если что, мы вернёмся в этот супермаркет вместе уже с этим моим чеком. И разберёмся. Пипец. Я не хочу говорить, что меня не устраивает в Италии, потому что тут столько всего, что меня просто заклюют, что от чего ты тут усидишь, как говорится, и от чего ты хаешь в страну, в которой живёшь. Нет, нет, нет. Я только так говорю моментально, что меня тревожит на данный момент. Дурдом, ромашка. Я снова еду, снова в лифте. Так, я сейчас быстренько-быстренько голопом отдам эту коробочку моей бабули. И сразу за Никитой в школу пообъезжала. А, смотрите, кстати, какой у нас лифт. Вот, нигде ни жвачек не написано, не описано. Все тут кнопочки и вызовы, и всё, что надо. И вот, с одной стороны открывается, и с другой стороны открывается, когда надо. Ну всё, поехала бабуля. Не поехала, пошла. Здесь же рядом по дороге. Закрывайся, давай, закрывайся. И здесь зеркало. Можем посмотреться, да. Если дома забыли посмотреть в зеркало, смотрите, здесь зеркало. Пошла, 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 пошла. Сейчас побыстренько покажу вам эту улицу. Кстати, вот такая машина будет у меня. Я так и задумывала. А вот здесь, скорее всего, украинцы живут, потому что там украинский флаг, он спереди. Здесь живёт друг моего Нигиды, лучший друг. А здесь живёт красивая собачка. Вени, Вени. Чао, собачка, чао. Вени. Смотрите, какая красивая, шикарная собака. Большая, большая. Добрая, добрая. Ну, старая, бедненькая лежит, отдыхает. Красавец, красавец. Так, ну, а вот это вот до моей бабули, подружки. Сейчас быстренько ей коробочку отдам. И за Никитой. Никита говорит ням-ням-ням. Вот такую пиццу я его согрела, вот она готовая. Я только сюда положила проштокота и немножко моцареллы ещё сверху добавила. И вот он кушает, обедает, забрала его из школы. Сейчас он пообедает и через час его снопа в школу отведу. А на пицце вот приготовила рыбку. Она сейчас размораживается. Ужинать будем рыбкой. Ну, вот так прошёл мой суматошный день. Среда. Кстати, я вчера не делала видео. Почему? Потому что у меня вчера вообще не было настроения. В понедельник, когда я сделала видео позитивное, все мне делали комплименты, что так я делала позитивно. Но вечером у меня настроение испортилось, потому что... Значит так, я вчера не делала видео, потому что у меня вчера вообще не было никакого настроения. и хотелось сделать видео, но была какая-то не то что апатия, не было настроения, прямо плакала, потому что позавчера в понедельник, мой позитивный понедельник вечером, мне испортили настроение, я даже плакала, и вчера, когда я была работала у своей бабули, подружки и рассказывала тоже, что плакала, не могла, и потом у меня вообще не было настроения, ну всё у меня хорошо, всё будет хорошо нет, у меня с мужем всё хорошо это и связано с его сыном нелегко, нелегко конечно, это ладненько, ладненько всем огромный, огромный итальянский чао, спасибо, что вы есть у меня чао, чао я завтра вам покажу очень классное упражнение чтобы убирать потихонечку живёт до завтра, чао, чао